и снова здравствуйте дорогие зрители снова с вами я михаил канал картавый блогер и набралось в принципе приличное количество посылок есть много чего нового интересного мы это сейчас будем открывать а пока спешу поделиться с вами радости не радости на самом деле горе но мне было это на самом деле интересно у меня пришла наконец посылка без телефона она была где-то вскрыта там был составлен акт и так далее и тому подобное вот я думаю наверное об этом можно даже будет видео запилить но это будет позже пока мы дать просто с вами откроем как я и говорил то что уже было да у меня на канале в точности телефоны которые у меня являются регулярными товарами и которые бегают на перепродажу по цене алиэкспресс для зрителей ну и дороже соответственно для всех остальных я их отдельно распаковываю сразу убираю в сторонку и чтобы но они глаза не мозолили и обедиранную как будто сказал просто распаковываю вы их видите как быстро распаковано и далее переходим вкусняшкам и интересностям и так давайте наверное все это дело со стола уберем чтобы было все остальное поведнее да и снова продолжим чпок 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 и напоследок полностью запечатанной xiaomi redmi 3s версия 332 а что это такое это регулярные телефоны blackview a8 asus zenfone max и сяомка вполне возможно станет моим регулярным телефоном мы их убираем в сторону они нас больше не интересуют вот эти упаковки они повеселее но для начала дать наверно распаковывать самое интересное вот начнем вот с этой невзрачники невзрачникой 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 в общем с этой упаковки нифига себе марк рок периодически мелькает на моих обзорах достаточно хорошее качество исполнения продукции имеет но зачастую надо все-таки понимать что думаю ерунда получилось надо все-таки понимать что это как правило так же это называется-то помните был такой довгань который до находил где-то хорошего производителя клепал на него свою морду в прямом смысле этого слова и продавал это потом гораздо дороже и более успешно чем тот производитель то же самое делают здесь есть производитель делает хорошо до приходит рога это печатай на этом покой эту мою упаковку и я это буду продавать туда не вопрос давай но при всем при этом качество очень даже то есть вот сейчас я держу разветвлитель разветвлитель который может одновременно заряжать два устройства apple да то есть мы видим зарядку и плоско и одно устройство micro usb а если честно я наверное вместо одного apple сделал бы лучше один тайп c это было бы более правильно но вот они сделали так керамика что ли какая-то до провод в оплёточке все хорошо все симпатично длина у него метр двадцать по моему очень даже у меня устройство apple нету а вот человечек один по услуге бесплатный посредник это заказал но у него яблокофон и есть и в принципе достаточно удобно особенно тем у кого с розетками есть там некоторые затруднения вполне хорошее качество ну достаточно высокая цена но по моему они этого стоит не понимаю на кой ляд я это заказал сейчас пытаюсь вспомнить вроде как то ли это спонтанная была покупка потому что вроде как вот заказов у меня этого нет на заказал решил посмотреть это роковский чехол на xiaomi note 3 дизайн для друзей упаковка все как полагается голограммка есть qr-код есть к сожалению нет у меня данной модели телефона но что могу сказать про чехол я не сомневаюсь что он налезет я не сомневаюсь что налезет хорошо то есть в этом отношении проблем никаких нет по качеству а значит вот это вот как бархат что ли внутри и запаха нету что в плюсе это прям вот тут мягенькая для кнопочек вот что такое прям вот это достаточно мягко то есть видите вот прям вот очень очень похоже на кожу мне вполне нравится исполнение очень хорошие ну вот на кой ляд я это заказал то ли у меня я думал заказать данные телефоны для обзора то ли просто сам чехол меня заинтересовал как выглядит может быть на него была скидка может быть просто факир был пьяный фокус не удался но теперь у меня этот чехол есть на кой ляд не знаю честно давайте дальше а дальше 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 не знаю я почему это так дорого стоит да достаточно дорогу дорогое удовольствие ну хотя бы на розничную упаковочку даже есть принципе не пострадала хотя вот психоаналитики то всякие прочие мозга права на она будут гораздо дороже узнаете прям вот очень на какую-то оригинальную вещь похоже меня это удивляет потому что я взял дешевле чем у других существенно она была блин все шикарно смотрите вот на темлячок есть этот темлячок мы можем сюда вот так вот в принципе эта вещь должна успокаивать пока она меня только раздражает видимо это надо будет где это вообще надо будет там с иголочкой или чем-нибудь в этом духе но в общем вот так вот сюда может быть темлячок пропустить она будет висеть можно на руке и уносить на руку вообще налезет нет да вполне на руку налезет что это такое это обалденная вещь а ничего не делает вот тут просто вот ничего не делает но при этом а делает многое то есть мы ее берем и например нажимаем кнопочку то делаем просто нажимаем кнопочку а делать нечего умом нажимать кнопочку мы можем всегда вы переключать включалку надоел нам переключать включалку мы можем покрутить вот такую фигулинг ведь и открутить можно пальчиком чуть подцепил о вот это вот вот это самое чудесное нет самой чудесная такая немножко soft touch с углублением видно да вам углубление вот это вот от нечего делать от пальцем потеребить только в путь каждый нажимается каждый хлопать звук какую-то вот прям то что надо ну и здесь шарик крутится либо вот эти вот фигулинки крутится опять же не знаю как там правильно фигулинками так наверное назовем значит что у нас есть soft touch углубленица ну такие вот щелк-щелк вот такая круть-круть на такая тоже все что нужно все здесь есть чудесная штука небольшого размера розничная упаковка есть темлячок есть супер но единственно цена конечно все-таки немножко по-моему не кошерная по-моему не кошерная цена но чуть-чуть мы деньгами будем измерять вполне прикольная штука так давайте дальше дальше мы продолжим вот такой вот шуршащий упаковок вообще здесь дело мне интересно у меня есть кубик у меня есть пиво у меня креветки сварились время сегодня пятница вообще самое то для того чтобы пойти попить пиво с креветками я снимаю сто шесть четыреста двадцать семь сто о чем это говорит не знаю грецких никаких запахов нету да все хорошо что это такое не называют просто органайзер молния вполне хорошо работает а внутри у нас моли конечно это не назовешь это такие резиночки и сюда можно класть абсолютно все что угодно вот тут прям вот есть кармашек счет такой до сюда дополнительно можно хочу далеко ходить у меня как раз куда переходник sd-карта но можно ставить sd-карта собрать ее назад переходничок иди назад можно насыпать всяких разных разнообразных вещей там какие-то у вас там зарядки например да взяли вам вставили сюда вставили сюда там что-то у вас были длинная там ставили вот так так не пошло да не вопрос ставили вот так да то есть функционал потрясающе всякой разной дряни разнообразной там проводов не проводов поднабрали все дело закрыли достаточно удобно а там большие флешки провода сами адаптер ну и так далее и тому подобное хотя вот большие адаптера я не представляю как они здесь уместятся потому что он как бы по идее гораздо шире получается надо будет посмотреть потестить в принципе заходите в группу вконтакте руки дойдут обязательно выложу там фотографии и более полноценный обзор данного органайзера так в целом вроде прикольно не воняет функционал хороший так давайте дальше о кстати очень интересная посылка ведь вот вмятинка вы до сих пор на еще не поняли что это такое да да какая же ты блестящий как тебя снимать то были значит ребят да вот в отзывах жаловались то что вот она загнут ну и собственно говоря вот она загнута раз вот она загнута 2 в принципе в принципе я подозреваю что ты без проблем можно выгнуть ну опять же надо будет предметно давайте вернемся функционалу нашей вещички да то есть это вот нас дюбель гвозди для того чтобы ее вмонтировать куда мы их крепим это держатель для туалетной бумаги крепится он следующим образом вот он вмонтировался в стену и у вас на вот вот эти части наделся сам ролик туалетной бумаги и в принципе она практически вот там вот чуть-чуть и стены выпирает насколько полезная вещь вопрос сложный а то есть нержавейка прикольная это точно факт как будет смотреться в интерьере но я думаю не наверное потом передоставят все-таки фотографию ее в интерьере я смогу это в группе вконтакте оставить вопрос когда у кого человек только ремонт закончится но и собственно говоря вот это случайно не задумка вообще может быть так и задумывалось что углы загнуты не знаю дам человеку человек пускай решает который заказывал заказчик скажет да там я это выгнул вопросов никаких может он скажет нет меня это категорически не устраивает давай нафиг с китайца отсудим миллион да может скажешь все хорошо вот как-то там и немножко иначе бы паковать дан подозреваем какие-то иски регулярные получает в спорах да и видимо проигрывает часть денег ну да и ладно это полностью я думаю его заморочки его выбор мы придем к коробке официальному музыкальному инструменту на почте россии работают такие матерые деревенские дяденьки и тетеньки которые решили из этой посылки сделать гармонь играй гармонь ну да и ладно в принципе там внутри нет того что могло бы пострадать поэтому я не против то что они поиграли футбол этой коробкой планы доставили а вот что доставили давайте выяснять феврале будет очень интересная игра недалеко от меня если вы любите пинбол очень рекомендую называется она вархаммер блин удивительно нету запахом это очень удивительно вот ну на мою большую руку xl к на лезла немножечко впритык давайте посмотрим что из себя представляет 2xl раньше презервативами пользовался 2xl че-то вспомнилось а теперь я стал экономным нет я не то чтобы из китая их заказываю а просто там дешевле детей воспитывать чем предохраняться презерватива кстати многодетным в москве считается семья у которой трое детей и эти многодетные могут не платить налог с машины транспортной с одной причем и любой мощность то есть вот прям вот любой любой это очень хорошо если вы решили купить какой-нибудь там мощный внедорожник и вы москвич вы можете наклепать трех и больше детишек и не платить за него налоги большие а также вас будет бесплатная парковка и много других прелестей в точности бесплатный са не не садик зоопарк так ну что скажу еще раз до запаха нету это редкость до для китайских вещей частенько запах есть сидят вы знаете вот не совсем могу понять такое ощущение что меня excel маловато на 2xl великовато что ли сейчас давайте под привыкну к ним немножко вот что в плюсе это тактические перчатки то нет что-то мне там стежочек что ли мне там не нравится не совсем могу понять посмотрим изнутри прям вот тепленькая такая часть действительно как стирать 20 градусов все дела вернемся давайте наверно как цель все таки нет пока не знаю сейчас примут а что уж такое правой нужно знаете вот я явно ощущаю вот тут вот этот стежок внутренний я очень явно ощущаю пальцем он как вот тут вот в эту вот часть пальца да мне этот стежок здесь как-то ощущается может быть просто немножко непривычно вот в остальном вот это вот такая вот кожа молодого дермантина здесь что такое оля бархата по ощущениям здесь что-то такое синтетика здесь ведь вот на сгибе прям такой закос на какую-то вот небольшую мягкость здесь закос на видно на подышать и вот эту часть самое чудесное то есть вы можете там на руку там прямо тупость не вопрос не боясь ее разбить вы можете в этой перчатке бить не боясь разбить костяшки да то есть в этом отношении ну прикольно но тут все таки вот чувствую и как тот с размером не совсем могу понять вот видно да давайте покажу вот меня нет в мятеньки такие это вот собственно говоря мне что-то там внутри немножко впилось давайте попробую все-таки более большие так значит еще раз по липучке которая у нас все это дело будет держать значит берем продеваем и подтягиваем и вот эти зацепили ларчик то просто открывался что я так тупил тут долго тут видите даже крючочек есть для того чтобы их вешать что ли здесь тоже крючочек этот есть на более большие мне как тут получше впиваются меньше цвета у них есть разные качество исполнения очень даже хорошо но вот единственно вот с внутренними вот этими вот ниточками на надо подумать посмотреть опять же относительно того будут они линять не будут они линять как они вообще в деле вот видите вот да нет все нормально опять все хорошо а вот здесь вот ниточка одна все таки вот как тут все опять снова все хорошо перчатки очень даже цена у них насколько помню было вполне приемлемо учитывая там цены на них у нас совсем небо и земля вторые я думаю без проблем я смогу продать ну вот а может быть и вообще пенболистам и там заказывать на регулярной основе все некогда 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 да там бывые друзья товарищи заказывайте на следующую игру получу вам привезу вот авар камер блин игра чудесная очень рекомендую скоро будут а видео о том как она прошла а мы пока поедем дальше нифига пока не поедем пойду пока я наверно все-таки пивасик с креветками и под вопросом либо уже будет светло и я вернулся к вам завтра ну либо все-таки вернусь сегодня и буду немножко более веселым наверное что ли сейчас узнаем но в связи с тем то что вы не видите яркого света да можно понять то что я выпил немножко пива заел все это дело креветками или съел креветок за и запил все это дело пивом да не судя абсолютно короче продолжаю ночью снимать маленький дьявол это единственное что я здесь смог прочесть ну еще я смог прочесть 10 штук нельзя повторно использовать донт литр не мусорите что ли хрен его знает пойду аккумулятор в камере поменяю ваши предположения что здесь может быть из того что каким-либо образом со спанч бобом да губка боб квадратные штаны сочетается что здесь в итоге 10 штук что это нельзя дважды использовать и донт литр чем нельзя мусорить при всем при этом это в банке что здесь может быть ваши ставки вот если вы не знаете как вы думаете вот тут что здесь может оказаться даю вам некоторое время на подумать пишите комментарии у меня аж прям интересно какие ваши мысли да нет вы ни за что абсолютно не угадаете что здесь находится если только вы до этого где-то не увидели да то есть мы берем открываем не спеша и что мы видим ребятушки это 10 презервативов которые не надо использовать дважды и которые прячутся вот в такой вот банке на которой нарисован спаниш боб ха-ха-ха-ха и блин то есть вот вот прям вот я не знаю конечно их не качество то есть что у нас тут написано 16 число 4 месяц 2016 года плюс-минус 2 миллиметра в длине и до 2021 года у них срок годности то есть если сейчас вам 17 год наступил 5 лет в общем в течение 5 лет вы можете их хранить в этой банке и абсолютно не париться давайте все таки посмотрим хотя я не знаю зачем я это открываю вот абсолютно ничего такого вот прям вот экстра ну внутри нету это стандартный презерватив в стандартной банке со спанч бобом ха-ха-ха-ха-ха блять ой слушайте ну вот я бы на самом деле я бы может быть забубинил бы капитошку да ну просто я живу достаточно высоко там пара десятков паташей ой я боюсь то что капитошка может кого-нибудь убить вот но привезем при этом да там вот можно ли их использовать по прямому назначению не знаю ребят да то есть вот зимой при минусовой температуре они в этой банке ехали лесом полем полем лесом хрен его знает через все страны прокатились я бы не стал использовать ну вот прям вот вот честно скажу я бы не стал использовать но при всем при этом как подарок это наверное обалденно да если прикололся типа на тебе банку тушенки ха-ха держи а там 10 презервативов в принципе недорого в принципе весело ну блять ха-ха-ха если вы на одной со мной волне да ну закажите ссылка в описании к видео есть и подарите кому-нибудь такую банку может быть вам дадут ха-ха-ха-ха ха-ха-ха ха-ха-ха ой блять или наоборот возьмут не знаю ну то есть вот как будто вот эта морда она примерно описывает моё это самое настроение на данный момент ну можно можно это конечно еще и сдобрить этими презервативами в виде леденца ну да и ладно давайте едем дальше Антона конечно в банке ха-ха-ха ой я даже не знаю кому это подарить то в итоге так ну что у нас тут есть вот такая вот фигня у нас тут есть большой толстый пакетик давайте посмотрим что внутри продавец расщедрился положил абсолютно копеечную фигню которая ну которая вставляется вот в гнездо для наушников и это стилус гадости редкостные ну зато подарок я достаточно давно не видел подарки ну а почему блин ты все это дело по два в один что ли положил или как ты это сделал ну чё ты вот тут ой чё бы не положить это все дело отдельно да он положил по два в один зато мы сможем сейчас грязненькая какая-то посмотреть как выглядит да что ж ты такое то блин ёшкин ты кот вот так вот раз два нож убрали дюкен , вот почему китайцы не умеют писать по-русски оригинал марка мобильный чехол ха 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 и он тоже старался все это делал заказал а каких-то денег заплатил по вот этому qr коду что-то даже можно посмотреть видимо ну вот каких-то денег заплатил и получил какую-то фигню на выходе Абсолютную Заплатил бы мне немножко Я бы ему написал бы, как это правильно писать Но он не знает, что я Хорошо знаю русский язык, поэтому Он мне не платил Значит Чехлы классные По тактильным ощущениям они супер Это софт-тач, минус, видите Я вот прикоснулся Получив аж из гранат Сразу остаются пятна Сам чехол Я использовал чехол Да А это чехол для Lenovo Vibe P1 И Ну то, что следы остаются Бог бы с ним, вот чехол, видите, во что Превратился И ему наступил кирдык Причем вот этот кирдык ему наступил Ну достаточно в сжатые Сроки, там буквально Не знаю, там месяца полтора Наверное, я его потаскал И вот в такую фигню Превратился При всем при этом Превратился и превратился Стоит он две копейки Ну не две копейки, конечно Там Сто Порядка ста рублей Может быть даже чуть подешевле Красный и темно-синий Достаточно насыщенные Прикольные цвета При этом Черный он Маркий Насколько будет Маркий красный Большой вопрос Опять что-то до конца До конца До конца Мне нравится Да, то есть Вот что на ощупь Давайте даже намочил Немножко палец Пам Ай Вытру его Чё Если честно Красный Вот видите След конечно есть Но он менее маркий Вот этот красный Я себе оставлю Попользуюсь Какое-то время Он поживёт И видимо Тоже скажет Кря Вот Вот эти чехлы Не, не чехлы Бамперы Нет, не бамперы Бампера Да ладно Нет, всё-таки чехлы А смысл какой Да То есть В нём Телефон Не парясь Можно Кинуть на стол И ему ничего не будет Стоит он Каких-то копеек Я конечно понимаю Там Нилкин будет гораздо лучше Там Дольше поживёт Как временный Вот этот вполне Наверное подойдёт В целом Прикольно Классно Вот красненький Прям вот Совсем то что надо И Пожил он Да и ладно Умрёт Выкину Не сильно расстроюсь А мы давайте пока Посмотрим Что-нибудь ещё Что у нас в этой распаковке есть Основной Кайф этих чехлов Потому что они недорогие Поэтому я подозреваю Вот красненький Наверное я себе оставлю А остальные цвета В итоге Положу в подарок Тем кто у меня Закажет следующий Получается там Парочку Телефонов Да Напоминаю У меня Lenovo Vibe 1 Это регулярный телефон Который у меня постоянно Как правило Есть в наличии И вы можете Купить его у меня По цене Алиэкспресс Плюс 300 рублей Пересыл по Территории России Почтой РФ Ещё один товар Который у меня Является регулярным Это Карты памяти Никса Да Достаточно хорошие Карты памяти Проблем с ними не было Записывают без проблем Поэтому смело И рекомендую Единственное Вот 64 гигабайт Она как-то вот На тесте У меня Показала Какие-то такие вот Результаты Немножко как-то Ниже чем 32 гиговая Поэтому я подозреваю Мне надо Выяснить Зависит это От Продавца Либо вообще Сами по себе 64 гигабайт Немножко Другую скорость Имеют Чуть попозже Сделаю тест Ну и Собственно говоря Представлю Их Вам Представлю Их Вам Вам Представлю Их Представлю Вам У нас такая вот Ерундистика Которая Нифига Не умещается В экран Что нам С ней делать Распаковать Наверное Надо Или К следующему Видео Оставим Большая Нудная Такая Посылочка Да нет Давайте Распакуем Вот такая вот Ерундистика Находится Внутри Это Не сильно Большого Размера Рюкзак То есть Это О Ха-ха Не знаю Сколько Это По расстоянию Ну Вот Такой Вот Рюкзачок Насколько Он Хороший Ну Я Не думаю То Что В формате Этого Видео Можно Пытаться Это Выяснить Насколько Я Помню Я Такой Рюкзак Отправлял В Республику Беларусь Был У меня Какой-то Конкурс Там Был Победитель Я Не знал Что Ему Отправить Я Ему Отправил Этот Рюкзак Ответа Кстати Не получал Получил ли Человек Рюкзак Или нет Большой Вопрос У нас Есть Внутренний Карман И Есть Смотрите Расходящиеся Молния Давайте Попробуем Закрыть Открыть Закрыть Молния Больше Вроде Не расходится Вроде Все Хорошо Открыть Открыли Тут Нарисован Рюкзак Зачем Он Здесь Я Не знаю Есть Держалка Зачем Она Здесь Я Тоже Не знаю Не промокаем Это Такая Ерунда С боков Какие-то Кармашки Можно Ставить Бутылку Какой-нибудь Газировки Может Даже Банку Насколько Все Хорошо Не Скажу Давайте Поступим Следующим Образом В Описании К Видео Есть Группа Вконтакте Вы Туда Заходите И Я Думаю Вот Видите Еще Одно Отделение Здесь Есть Да То Можно Сюда Класть В Этой Группе Вконтакте Дойдут Руки Я Выложу Фото Обзор Да И Будет Там Какие-то Комментарии К нему Написано И Вы Сможете О нем Чего-то Прочесть Обязательно Заходите В группу Вконтакте Подписывайтесь Если Вы Что-то Заказывали С Алиэкспресс У вас Положительный Либо Негативный Отзыв Напишите Пожалуйста Да Я С удовольствием Плохой И не стоит Его Покупать Есть У меня Здесь Посылочка Одна Но Я Подозреваю Все-таки Надо Ее Наверное Давайте Так Либо Я Ее Распакую Завтра И Это Окажется В этом Видео Либо Мы Отложим На Следующее Видео Здесь Очень Интересная Вещь Просто В общем Не знаю То ли Сейчас То Ли Попозже И Мы Подходим К Очень Интересным Что Это Такой Это Телефон 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 С одной Стороны С другой Стороны Это Новая Модель На Моем Канале И Следовательно Я Сейчас Буду Распаковывать И Показывать Как Продавец Паковывает Собственно Говоря Этот Телефон Насколько Он Без Повреждений И Что Он Из Себя Представляет Плюс Помимо Прочего Данное Видео Это Будет Начало Обзора То есть Вы Сейчас Увидите Просто Распаковку Если Вы Смоете Распаковку Номер Такая Это За Такой То Месяц Такого То Года Если Вы Смоете Видео Которое Называется Обзор Этой Модели Телефона То Вы Увидите Немножко Другое Первый Слой Упаковки Продолжаем Второй Слой Снимется Не Снимется Только Сразу С Телефоном Оп Второй Свой Снялся В Три Слоя Упаковали Кусочек Даже Остался А в Три Слоя Он Был Упакован Пленка Это Достаточно Стандартно Силиконовый Бампер Что Тоже Достаточно Стандартно И Сам Телефон Пока Не Открываем Пока Давайте Вскроем Остальные Почему Их Три Спросите Вы Меня Миша На Кой Ляд Тебе Три Телефона Одной Марки Я Не Знаю Вот Честно Почему-то Я Посчитал То Что Будет Хорошо Если Я Закажу Все Возможные Варианты Цветов Данной Модели И И Смогу Вам Помимо Прочего В Обзоре Про Эту Модель Показать Ну Собственно Говори Все Эти Три Цвета Она Имеет Три Цвета Сейчас Я Понимаю То Что Это По идее Деньги На Ветер Но Один Из Этих Телефонов Даже Человечек Заказал До Того Как Он Пришел Ко Мне На Обзор Давайте Посмотрим Что У 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 Дайте Девятый Месяц 2016 Достаточно Свежий Телефон Также Мы Видим Их Ни Характеристики В Точности Процессор МТ6737 1.25 Гигагерц Что Это Слабо 3 Гига Оперативки 32 Встройки 5.2 Диагональ Android Чайно ЦМ Ерунду Наверное Несу Давайте Я Посмотрю Характеристики Данного Кручу Верчу Опять Запутать Хочу Данного Телефона И Лучше Озвучу Официальные Характеристики В Формате Распаковка Номер Такая То Вы Видите Часть Более Предметно Ну Чуть Позже Выйдет Полноценный Обзор Данной Модели Итак Да У Нас Все Три Варианта Цвета Телефона Ну Понятное Дело Asus Что ж это такое Прямо вот Чпок 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 Насколько Помню Вот Названия И Меняются Ну Да И Не Суть Давайте Посмотрим Что Есть Внутри Внутри Есть Вот Такой Адаптер 5 Вольт 2 Ампера Достаточно Неплохо Раз Есть Ключ Для Открывания Есть Кабель И Есть Переходник На Адаптер С Китайской Вилки На Наш Плюс Пара Инструкций До Безобразия Простой Набор Как Всегда Наушники У нас Отсутствуют Поэтому Если Вы хотите Наушники В описании К видео Есть Ссылка На Оригинальные Наушники Асус Фанат В этой Марте Что Можно Еще Заказать Кроме Как Оригинальные Наушники Асус Стоят Они Причем Вполне Земных Денег О Кстати Видите Кнопочка Красненькая Горит Не Кнопочка А Индикатор Вопрос А Что Ты Горишь Значит Морда Телефона Либо Лицевая Часть У нас Выглядит Следующим Образом Золотой Цвет Сзади Выглядит Золотым Спереди Черный Цвет Сзади По идее Это называется Насколько Помню Сильвер Серебро Спереди Классика Черный Сзади Серебро Спереди Белый Сзади Опять же В принципе Светлое Серебро Такая Вот Цветовая Гамма Давайте Попробуем Понять Что же Вот этот Индикатор У нас Горит Значит От Первой Модели Асуса Которая Была У меня Это Zenfone Max 5,5 Которая Диагональ Мы видим Этот Поменьше Раз Второе Отличие Которое Мы видим В данной Модели Телефона Это Стекло 2,5D То есть Мы видим Вот Закругленные Края У верхней Части У защитного Стекла Так Ну В итоге Под Вот этой Пленкой С иероглифами Что ты Пищишь Что Wi-Fi Увидел Ну Смотрите Да Основное Отличие От Типовых Телефонов Где Где Кнопки Управления Находятся Вне Экрана А Здесь Вне Да Сенсора Ничего Нет То есть Все кнопки У нас Начинают Блин Наверное Даже Минус В принципе Этой Модели Наверное Не знаю Кто-то там Сейчас Прямо Заклюет Скажет Что это Однозначно Прямо Вот Фу Не знаю Часть Экрана Уходит На Вот Эти Кнопки Это Факт Меня Сейчас Интересовало То что у нас Отсутствует Вот этот Индикатор Отсутствует Это Хорошо Ух ты Вот эти Два Телефона Имеют Зелень На экране Вот этот Телефон Не имеет Зелень На экране Абсолютно Одинаково Они выглядят За исключением Того То что Время на них Разное Показано На всех Трех Причем Да И Пока Немного Чего Закачено Значит Я Сейчас Сделаю Что Я Свяжусь Напомню У меня Один из этих Телефонов Уже До того Как дошел До меня Уходит Человек Значит По запросам По диагонали По прочим Вещам Этот телефон Его должен Устраивать Я сейчас Пойду С ним Спешусь Получу У него Подтверждение По моему Все таки Золотой К нему Должен Уйти Получу От него Подтверждение То что Можно Его Потестить И Собственно Говоря Мы Вернемся К тесту Для тех Кто смотрит Распаковку Номер Такая За Такой То Месяц Вот Вы В принципе Наверное Уже Все Вы Увидели Все Три Варианта Цвета Спереди Сзади Данной Модели Ссылка В описании Читайте Дальше Мало Не вопрос Подписывайтесь На канал Скоро Выйдет Полноценный Обзор Данной Модели Где Будет Проведены Всякие Тесты Не Тесты И Будет Дано Какое Резюме А пока Мы Откроем Вот эти Посылки Ну а мы Переходим К очередной Новинке Относительно Телефонов Которые Вот Совсем Свежие На моем Канале И на Которые Мне Нужно Снять Обзор Следовательно Сейчас Вы Увидите Распаковку Там Ну и так Немножко Посмотрите Внутри А в Полноценном Обзоре Все Будет Выглядеть Иначе Как Это Будет Выглядеть Примерно Следующим Образом Упаковка Выглядит Вот Так Ничего Прям Вот Экстра Ординарного Нету То есть Никаких Тебе Пупырок Да Там С воздухом Простая ППэшка В принципе Это Вполне Достаточно Что Бесит Бесит Желтый Скотч Вот Прям До безобразия Сильно Бесит А Почему Он Бесит Потому Что Бывает Он Приклеивается К упаковке Если Он Приклеивается К упаковке То Это Неправильно Ребят Ну Честно Возьми Ты Простой Скотч Либо Добавь Сбоку Чего Те Кто Видит Распаковку Номер Да Вы Увидите Только Так Те Кто Видит Полноценный Обзор На Эту Модель Вы Увидите Сразу Все Три Цвета Десятый Месяц 2015 Десятый Месяц 2015 Блин Че Ты Как То Долгу У Те Там Завалявший Се Был Шикарно Смотрится На самом Деле Задняя Крышка Абсолютно Шикарно Она Смотрится И Это Есть У Ничего Такое Неофициальное Название Давайте На Розовый Перейдем И Давайте Заглянем Вовнутрь Внутри Ничего Нового Адаптер Провод Для Зарядки USB На Микро USB И Переходник На Кресловутый Адаптер Кстати Адаптер У нас Давайте Посмотрим Ай Иди сюда 5 вольт 2 ампера В Российской Версии По идее Идет Идут Здесь Наушники Да У китайцев Наушников Нет Плохо Неплохо Не Мне Судить Хотите Оригинальные Наушники Asus В описании К видео Ссылка Ух ты А где У тебя Кнопка Включения Кнопка Включения У нас Находится Сверху Еще Сзади Глядите Кнопка Есть Ай Ай Не хочет Он Включаться Одно Из двух Либо На Аккумуляторе Защитная Пленка Либо Я Нажимаю Не то Что Надо Либо Аккумулятор Севший Поэтому Давайте Для начала Покрутим Повертим А то Что Покрутим Повертим Пойдет В распаковку И Более Предметно Вы сможете Посмотреть Чуть позже А значит Есть две версии Задней крышки Просто Гладенькая Либо Вот такая Под бриллиант Я решил То что Регулярным Товаром У меня Станет Вот такая Под бриллиант Разных Цветов И Особенности Данного Телефона Заключаются В том Что у него Камера Для себя Для селфи Представляет Из себя 13 Мегапитет Пикселей Также Есть Подсветка И Есть Микрофон То есть Задняя Камера Примерно Такая Как Передняя Для тех Кто Без селфи Жить не Может Это То что Надо Дольше Задерживать Я Не вижу Смысла В данном Видео Данное Видео Еще раз Это Вот Это Кучка Это Распаковка Я Распаковал Показал Что-то Предметней Такие вещи Как Вот В принципе Вы Видео Все Увидели А Что-то Более Серьезное Заходите В группу Вконтакте Там Будут Отзывы Такие Вещи Как Свежие На Моем Канале Телефоны Да Там Зенфон Селфи И Зенфон Пегас Третий Это Теперь Подозреваю Будут Регулярные Товары Которые Вы Можете Зайти В группу Вконтакте Там Будет Раздел Товары И Купить По цене Алиэкспресс Плюс Ну В случае Если Вы В России Находитесь Это 300 рублей Пересыл Если Там Казахстан Республика Беларусь Ну Немножко Дороже Если Вас Интересует Предметно Обзор На Вот Эти Телефоны Заходите В раздел Обзор Телефонов И Там Вы Увидите Полноценный Обзор Телефона Где Будет От Распаковки До Его Характеристики Каких Тестов И Вплоть До Фотографии Насколько Хорошо Он Фотографирует Короче Ребят С Лайк Здесь Зайти В группу ВКонтакте Подписаться Там Оставить Какой-либо Отзыв О товаре На Алиэкспресс И Посмотреть Чужие Отзывы Засим Думаю Все До Скорых Встреч Будет Много Чего Интересного Редактор субтитров Продолжение следует...